Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. Да, и с Димочкой мы готовим обед. У нас время 11.22, да? Ну, вчера мы приехали с дачи, у нас абсолютно пустой холодильник. Папа нам только картошку купил и пошел на работу. Делайте, что хотите. Попросила побольше продуктов, но вот он купил только картошку. Готовьте. Вот мы готовы из того, что есть. Тут мне, кстати, привезла я рябинку рисовать хочу. Вот. Свекла половинка. Здесь вот плохая лежит, тоже выкинуть надо. Лук, картошка, топинамбур, яблоко. Сейчас я, кстати, принесла. Где они? Еще яблоки вот. Яблоки 4. Ну, посмотрим, сколько я добавлю. И помидорки. Наверное, помидорки в последнюю очередь. А, еще зелень, кстати. Надо будет зелень еще. Вот. И все это сейчас буду в кастрюльке тушить. Вот. Тушу я сейчас. Начала тушить в кастрюльке. У меня очень хорошая, дорогая кастрюлька. По-моему, только одна такая стоила вот эта вот кастрюлька около 6 тысяч. Мне ее подарили. Я потом смотрела цену. Вот она. Называется вот так. Ну, с таким вот знаком. Мне очень, кстати, она понравилась. Не помню, где написано. Где-то написано, по-моему. А, нет. Тут тоже не написано. А, нет. Тайлер. Это у меня другая. Вот она. Тайлер. А та, не помню, как называется. Вот. Очень хорошая. Такая мне нравятся. Ручки такие. Прям плотные. И здесь вот нет никаких болтов, вот как это обычно бывает. То есть она вот прям тут вот хорошая. Она очень такая плотная, добротная. Да? Как любят у нас говорить. Вот. Сейчас мы будем дальше резать. Тут у меня уже мусорка. Тут у нас... Ну, короче, все. У нас капуста еще, Дима! У нас же еще... Блин! Ну, сейчас чуть-чуть еще, да, капусту покрошим. И в итоге целая кастрюля получится. Как обычно, да? Да, сына? Пойдем садись обратно. Будем готовить кушать. А, да, еще у меня тут сушатся яблочки. Вот. Вчера оказывается на такую штуку, на одну секцию. Мне нужно всего 5 яблок. И получается, что я посчитала кочерыжки, не кочерыжки, а грызки. 25 яблок, короче, у меня здесь. А я набрала целых 2 огромных мешка. Думаю, что мне понадобится больше. Ну, ничего, в принципе, я их быстро довольно почистила, сложила туда. Немного времени понадобилось. Будем сушить. Будем с Димой мы заваривать эти яблочки. Я в термосе заваривала в прошлый раз. Вот. Хочу это зимой еще так. Ну, еще в семье раздал. Еще бабулю там заберет. Еще кто-нибудь. Но они все равно высохнут. Их будет мало. Да, Дима, идем садись. Да, тут, кстати, я с дачи привезла очень много. Привезла вот. Не помню опять, как она называется. Вот. Тут у нее вот эти вот цветочки. Хочу интересно попробовать. Настригла их. Они высохнут. Я их просто вот так сниму. И толкушечкой размельчу. Может быть, она как специя будет вкусная. Я ждала, что там появятся какие-нибудь в этих коробочках семена. Но нет, они не появились. Тут у меня рябинка. Бабуля сказала, что рябинку в чай добавлять очень вкусно. И она вот тут лежит у меня самостоятельно сушится. И листочки рябинки остались. Не знаю, я хочу попробовать их добавить тоже в чай. Может быть, это будет вкусно. Здесь вот листочки. Господи, не помню, как это. Пахучие растения, но не помню, как называется. Тут яблочки. Вот. О, Дима, это что такое? С этим половником, а? Научился его вешать и везде вешает. Но здесь не надо. Тут стекло, Дима, не надо. Давай. Вон там вешай. Вон там. Вон там вешай. Вот, она прекрасно там вешается. Вчера я намыла полы. Убралась. Но тут еще у меня не очень пока прибрато. Вот, мы еще привезли медик. Вот тут у нас мед свежий, каштановый, из Краснодара. Вот, наши родственники, большое им спасибо, налили мне маленькую баночку. Я очень люблю черный мед, горький мед. Я очень люблю. Вот именно вот этот мед. Он такой горький, сладкий, но все равно вкусный. Мне нравится. Хотя бы маленькую баночку. Ты что там в углу спрячешься? Вот, пока у нас такой вот бардак, кавардак. Не люблю, когда вот на кухне у меня бардак. Но пока так вот. Только вчера еще приехали, еще не все повытаскивала, потому что многое убирала, прятала от свекрови. Вот, еще полотенчика пока достала. Пока вот все, все. А, стирали. Да, Дима, расскажи. Стирали вчера мы, да? Дима сам все, а, ну, в принципе, в предыдущем влоге это все, наверное, увидите. Сам в стирку все забрасывал, да? Вот, да, кстати, у нас закончился порошок, как я обещала сказать. Но я попозже покажу эту, сколько у нас там было килограмм, я не помню. Вот, Диме два года и месяц. То есть нам хватило порошка на целых два года, хотя я стираю довольно часто. Добавляю по стаканчику. Вот, ну, сейчас не так, конечно, часто. У него много одежды, но поменьше он был, я часто стирала довольно. Но нам хватило на два года порошка. Не знаю, там, может, четыре с половиной килограмма, я не помню, четыре. Нам хватило. Кондиционеры, да, вот я там штуки две-три уже сменила, наверное. А, ну вот он заканчивается тоже, у нас там последний стаканчик остался. Да, Дима? Ладно, будем дальше готовить, а то у нас время уже 11-20. Мы еще сегодня пойдем с Димой гулять. Да? Мы гулять с тобой еще пойдем сегодня? Да. Наконец-то Дима пришел в свою комнату, да? Чисто мама помыла полы вчера. Только вот тут еще не прибралась я. Люблю, когда я стол чистый еще. Вчера все перестирала в детскую одежду. Вот нужно еще полотенце перестирать. Вот, ну, немножко уже стирка осталась, да? Все прибраться. Оторвал? Опять оторвал обоину, да? Опять оторвал. Ему прям нравится отрывать. Мелкую моторку развивать, да? Да? Тебе прям надо какую-то доску туда приклеить с бумажечками, да? Чтобы ты там рвал, занимался делами. Да? Тут у нас еще пока не ремонтировали. Сказали, до отопительного сезона придут, отремонтируют. Надо звонить слесарю, спрашивать, когда. Наверное, еще месяц есть, я так думаю. И куда собрался лезть? Это же не лестница. Да, вот так у Димы стоят шкафчики здесь. Вот эти вот пустые, потому что он все вытаскивает. Вот они. Здесь внизу я перевязала, потому что там энциклопедии, книги всякие. Вот здесь тоже вот книги. Вот всякие научные, вот у него там литература, вот всякие такие. Там наверху всякие блокноты, стаканчики, туда кисти я поставлю, карандаши поставлю. Вот. Здесь у Димы тоже книги, здесь сказки, здесь целая у меня, целая, как ее, коллекция сказок разнообразных есть. Не помню. А, ну вот они. Вот здесь идут две книжки, вот тут тоже. Ну, какая-то часть вот здесь идет. Какая-то часть, да, вот они здесь. Я уже там раскладывала просто побыстрее. А, там, кстати, сзади идут учебники школьные. Я оставила школьные учебники, потому что, знаете, как сейчас в школах объясняют. Не очень хорошо, чтобы они остались. Но мама все равно взяла, часть выкинула. Очень обидно. Там были хорошие учебники. Не знаю, придется мне где-то брать, покупать, наверное. Ну, ВКонтакте есть сайт, кстати. Не сайт, а группа. Как они называются, господи. Советские учебники, советские книги, учебники. Там можно даже найти учебники 60-х годов, 70-х, 80-х. Но это надо все распечатывать. То есть это все равно нужна бумага. Так же все равно будешь платить деньги. Не знаю, мне кажется, проще, наверное, за 50 рублей купить учебник. Чем распечатывать? Что-то жуешь до сих пор. Чем распечатывать? Это, мне кажется, дольше будет. Вот. Ну, дороже, имею в виду. А учебник его как-то поставил, и все. Вот распечатываешь. Это нужно сложить файлы. Да, Дим? Это надо все сложить, положить. И так же вот Димина тут конструктор лежит. А вот еще, да, сказки. Тут, по-моему, какие-то. А, да, вот сказка написана, сказка. У меня целая коллекция разных сказок. Вот. Там вот чуть-чуть всякие тесты там какие-то. Английский, кстати. Такой английский вообще фигневый. Лучше бы мама вот эти две книги выкинула, чем... Кто тут еще разговаривает? ...чем учебники по русскому языку. Ну, опять же, снова придется мне смотреть, какие есть. Не по русскому языку. У меня в голове просто верстится учебник по русскому языку. И я думаю про себя, она его выкинула или нет. Вот. Но я уже часть, кстати, собрала учебников у Димы. Пойдем покажем. Пойдем покажем. У меня вот здесь тоже книг очень много. И вот здесь у меня тоже есть разные книги. Тут Димины. Родная литература. Вот. Родная речь. Их тоже нужно будет переложить туда потом. Вот они. Математика. Вот я успела. Вот из дома забрала первый, третий класс. Живое слово. Вот. Еще. А, еще, кстати, я с отранного привезла книги. Но это я покажу отдельно. Уже даже, кстати, забыла. Русский язык. Русская там тра-та-та. То есть такое вот. Для начальных классов. Они самые старые такие книги. Они мне очень-очень-очень нравятся. Я еще ребенком была. Их пересматривала, смотрела. Очень. Картинки там такие. Ну, знаете, наверное. Вот. Если захотите, я могу сделать обзор Диминах книг. Напишите в комментариях, кто хочет. Напишите хочу. Хочу. Обзор книг или книги. Что-то типа такого. Тогда я сделаю. Потому что еще я привезла из отранного. Их много сдала. Ну, из отранного я, наверное, сделаю обзор. Вот. Ну, и вот тут тоже у Димы есть разные книги. Вот. Ну, тут, в принципе, у меня полно книг. Дравоведение я увлекалась. Здесь вот тоже. Монте-Сори. Это я покупала книгу. Это мне вот Женька принес. Из библиотеки. Библиотеки выкидывают часто книги. Хорошие. Вот. А потом одевать некуда. Когда вырастает ребенок. Вот, кстати, у меня вот. Разная кулинария разных стран. Вот. В итоге, которые потом просто стоят. Просто так. Они даже вот остались тут запакованные некоторые. Нужно, кстати, попробовать. Подготовить что-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует...